Ивановское краеведение – это всегда история борьбы за маленький клочок земли. Эти слова Владимира Кашаева – своего рода отправная точка в диалоге между властью, краеведами и экологами. Директор областной научной библиотеки уже не первый раз дает возможность высказаться и тем и другим за круглым столом в рамках празднования дня возникновения безуездного города Иваново-Вознесенска. История создания парков и скверов, начиная с конца 19 века и до наших дней, это превращение черного города в зеленый. И наоборот, до революции Иваново-Вознесенск относился к числу наименее экологически благоприятных зон России. За 20-30-е годы, как не ругаем мы наше прошлое, большевики сделали очень много. Город стал действительно зеленым и в последнее время, в последние 5 лет, предпринимаются достаточно большие усилия для того, чтобы сделать этот зеленый наряд города более богатым. Правда, с этим не совсем согласны экологи нашей области. Старейшее Всероссийское общество охраны природы, которое недавно восстановило у нас свое существование, сегодня впервые вышло в информационное пространство. Комментарий членов этого общественного объединения показался организаторам слишком затянутым, а потому их выступление было приостановлено. Хотя и темы, по мнению главы города Вячеслава Сверчкова, были подняты весьма острые. Основные из них – это ликвидация точечных застроек и приостановление вырубки зеленых насаждений. Я думаю, что тревога экологов оправдана, потому что вот те огромные сооружения, которые появляются на наших глазах на площади Пушкина, на проспекте Фридриха и Энгельса, два этих очень больших объектов, которые находятся в стадии строительства, они, естественно, стоят там, где была зелень. По словам председателя областного отделения охраны природы Вячеслава Наговского, нельзя рассматривать экологические проблемы в отрыве от проблем здоровья человека. Учитывая опыт прошлых заседаний, общественники предложили свою систему восстановления экологической ситуации. Решили все-таки в первую очередь проанализировать ошибки предыдущего руководства и не наступать на грабли в очередной раз. То есть конфронтация с властями ни к чему хорошему не приведет. И вот сегодня, в общем, состоялся контакт, ну, не все шло так, как нужно, но мы оптимисты в этом плане, и Сверчков дал понять, что он открыт. Администрация города открыта к диалогу. Это очень хорошо, это дорогого стоит. Впервые в стенах научной библиотеки состоялось вручение золотого пера криведа. Его получил известный ивановский историк Кирилл Балдин. К поздравлениям присоединился и глава города. У нас есть много книг, мы знаем историю нашего города, нашей области. Мы благодарны вам, что потомки будут видеть и знать историю нашего города. Спасибо еще раз. Также представителям всех библиотек области были вручены уникальные издания, имена улиц города Иваново и материалы по ведению Красной книги Ивановской области. Сам глава города пообещал, что темы, поднятые на круглом столе, будут серьезно изучены. А не раз прозвучавшая фраза «Иваново – город-сад» перестанет быть только оборотом речи. Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.